Доброго дня, уважаемые друзья! С вами был Игорь Игорь Лдашев. И мы продолжаем с господином Дэниелом, техническим директором прогулку по заводу YDF VALS, на которую они меня любезно пригласили и показывают практически все этапы производства трубопроводной арматуры на заводе YDF VALS. Дорогие друзья, сейчас мы находимся на участке сборки, там где происходит сборка. Сборка, сами понимаете, это очень важный и щекотливый этап, потому что от сборки будет зависеть само изделие, как оно будет работать, как оно будет правильно собрано. Именно поэтому сейчас вы видите, вот здесь очень много рабочих, и один из них человек красной каски, красной куртки. Это тот самый технический эксперт из системы контроля качества, более подробно о которой и, конечно, о этапе сборки и нюансах расскажет нам господин Дэниел. Здравствуйте, господин Дэниел. Вот сейчас мы находимся с вами на этапе сборки. Расскажите в тонкостях процесс сборки и, собственно говоря, какие у вас есть преимущества у вашей продукции при сборке, что вы гарантируете качество, то самое качество, о котором мы постоянно говорим. Расскажу о процессе сборки на примере трех этапов. Первый этап – это сборка крышки. Второй этап – установка уплотнительного кольца. И третий этап – это сборка корпуса и крышки. Все сборочные операции осуществляются в присутствии представителя ОТК. В его задачи входит в визуальный осмотр на наличие дефектов, а также на правильность сборки и установки всех компонентов. Господин Дэниел, какое количество арматуры в среднем собирает ваш участок сборки? И, собственно говоря, кроме запорных устройств, такие как задвижки и клапаны, что еще вы здесь собираете? На нашем заводе 5 сборочных цехов. Это один из пяти. В месяц мы собираем по несколько тысяч изделий. Это обратные клапаны, шиберные задвижки, запорные устройства, такие как задвижки и клапаны. Если говорить о качестве вашей сборки, чем оно сегодня гарантируется, кроме человека, который контролирует отдел технического контроля? Такие испытания вы также проводите. Я так понимаю, это и гидроиспытания, это и определенные дополнительные условия заказчика. После предварительного осмотра на внешние дефекты и правильность сборки продукция попадает на участок опрессовки. Каждое изделие в обязательном порядке проверяется на прочность корпуса и герметичность в обе стороны потока. Спасибо, господин Даниэль. На самом деле, уважаемые друзья, я предлагаю пройти дальше на стенды по гидроиспытаниям. И мистер Даниэль немножко расскажет о испытаниях, которые проходят после сборки здесь на участке сборки. Я предлагаю туда пройти, уважаемый господин. И, в принципе, друзья, я думаю, что там будет еще интересно. Посмотрим, как они испытывают на герметичность, на прочность и, самое главное, на качество свою ставим арматур. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!